Острого дня, господа ножеманы, с вами снова Алексей Пономарёв, и сейчас я вам расскажу про подарки. У нас Новый год, у нас праздники, большие каникулы, и я, как и вы, очень люблю получать ножевые подарки. Я, наверное, даже немножко просто хочу похвастаться. Мне много и часто дарят всякие ножевые штуки. Если вы вдруг хотите подарить что-то мне, пишите мне в личку, я не собираюсь отказываться. Я дам свой адрес и с удовольствием приму ваш подарок, потому что я люблю всё околоножевое, и мне очень нравится и дарить, и получать эти самые подарки. Вот в этом Новом году хочется вспомнить о том, что, например, от Александра Славянина мне достались в подарок вот такие бусины. Многие из вас его знают, а многие не знают, поэтому ссылка на этого мастера будет под этим видео. Обязательно посмотрите, у него очень-очень крутые бусины. Например, от Волчьего века у меня есть подаренный вот такой варн, страшный и ужасный, с травлением. Я его иногда ношу, когда меня достают соседи, и они сразу понимают, что со мной нельзя связываться, потому что есть вот такой ножик в сиреневых черепочках. Это тоже клёво, тоже подарок. От первого цеха есть вот такой подарок у меня, шейник. Тоже весьма удобный ножичек оказался, несмотря на их совершенно непонятные формы. Очень и очень по делу, я его тоже ношу. Ссылку на первый цех тоже вам, конечно же, дам. От Святослава Егорова давным-давно приехала вот такая вот бородатая расческа от Black Lava EDC. Я, да, периодически начесываюсь, а что делать? К сожалению, даже не помню, от кого приехала белка. Белок мне, кстати, прислали штуки три, но пришлось их все раздать. Дальше вот это вот осталось единственное. Тоже подарок. Подарок от Мистер Блейдов. Тот самый страшный титановый феррат. Да, страшно, да, дорого, да, мощно. Но, тем не менее, у меня же, ну, не так много ножей из М390. Видимо, феррат и все. Зато он у меня есть. Хотя бы один нож из 390 и у меня на кармане периодически ошивается. Вот тут целая грядка, кстати, от Ивана Гостева. На него тоже ссылку дам. Потому что, во-первых, давным-давно я получил в подарок вот эти накладки, которые он вроде как уже начинает снова делать. А, во-вторых, когда я рукожоп не смог их поставить на свои ножи по-ровному, Иван забрал эти ножи обратно к себе, переставил, все настроил и отдал мне обратно. А теперь у меня аж 4 ножа к нему ездили, и теперь они ко мне приехали опять. В тот момент, когда я сказал, все отлично, а точил ты их на чем? Они теперь сейчас, ну, реально, я, у меня нет острее ножей. Еще один бенч, который Дима Акимов точил, вот он того же самого уровня. Я говорю, на чем точил? Он говорит, и я тоже точил на профиле. Я бы и не снимал это видео, если бы у меня тоже вдруг не оказалось профиля. На этот Новый год в Пономареву в подарок достался профиль. Я, если честно сказать, немножко охренел. И сейчас впервые в своей жизни, наверное, попробую снять анпакинг, потому что я думал, что эта хреновина весит значительно легче. Я не знаю, как я буду им пользоваться и сколь долго я буду им пользоваться, но, видимо, пользоваться придется, потому что он реально очень и очень кайфовый результат дает. На всех абсолютно ножах, которых касался профиль, что Акимов, что Гостев, что остальные мастера, все его нахваливают так, что плохо ясно. Осваивать я его буду, конечно, не на камеру. Сейчас на камеру просто откроем, посмотрим, чего же там есть. Внутри у нас есть список аж из 12 позиций. То, что положено туда, вовнутрь для Алексея Пономарева. Все это вот в такой страшной коробке с огромным деревянным корпусом. Будет проще, если я сделаю выход сюда и вытащу профиль сразу вот так на стол. Насколько я знаю, они всегда поставляются в этих ужасных карабасах. Вот это реально оружейный ящик получается. Вот там внутри лежит тот самый профиль со всеми каталогами, со всеми струбцинами, с вот такой замечательной инструкцией по эксплуатации и прочими всякими ништяками. Ну, например, в качестве ништяков вот такие пять камней мне достаются. Наконец-то я перестаю точить на руках и научусь точить на мощном, серьезном, профессиональном станке. Я всегда пытался ругать их за то, что они весьма недешевые ребята. Но еще раз, то, что в них верит энное количество людей, которых я очень уважаю, как ножеделов, как заточников, это очень и очень круто. Это очень тяжелый, очень большой предмет и не влезает в конверт. Поэтому, к сожалению, на Бруталике в продаже его, скорее всего, не будет. Но под этим видео я напишу красивый промо-код. И весь январь по специальной скидке от меня вы можете купить этот профиль, заказать сразу у производителя. Я вам реально рекомендую. А уж насколько он будет мною юзаться, наверное, я буду снимать в других видео, выкладывать в инсту и, конечно, рассказывать в своей группе, почему, наконец, мои ножи с ровными подводами. Я всегда точу на руках, всю жизнь точил на руках. И все мои ножи рано или поздно превращаются в линзу. Потому что хочешь не хочешь, а горизонт ловить тяжело. И вот, наконец, буду выводить на профессиональном инструменте ту самую плоскость, которая нужна. Раньше я его выводил на Ганза Про Тач Ультра. Тоже хорошая точилка. Когда-то у меня был клон Ланский. С ним я не подружился. И опять ушел на ручную заточку. У меня коллекция своя личная, наверное, ножей. И всего ножей 15 проходили через руки профессиональных заточников. В итоге, видимо, с профилем профессиональным заточником буду я. Ну и еще раз повторюсь. Желаю каждому и всем хороших ножевых новогодних подарков. Мало того, подарков на все ваши возможные даты. И напоминаю, что у меня день рождения 27 января. Вы можете успеть подарить мне что-то на юбилей. У Бруталики 7 лет Бруталики 1 марта. Вы можете что-то успеть подарить Бруталике. Если, конечно, хотите. Безусловно, я ни у кого ничего не выпрашиваю. Просто хочу, чтобы души прекрасные порывы было не глаголом. Друзья, все ссылки на то, что было на столе под этим видео. И, конечно же, промокод на покупку этого самого профиля. Хороших вам праздников. Клевых вам подарков. С вами был снова Алексей Пономарев. Рассказывал, какие ништяки ему периодически дарят. Подписывайтесь на канал. У меня интересно. Продолжение следует... Продолжение следует...